Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, слышно меня, видно? Напишите кто-нибудь. Уже плюсик есть. Отлично. Тогда еще раз добрый вечер, немногочисленные коллеги. Сегодня пока я вижу только 39 человек, но тем не менее уже 40. Мы не будем ждать остальных, кто подтянется, тот подтянется, а мы, пожалуй, начнем. Итак, почему мы сегодня выбрали эту тему, как строить и проводить презентацию? Первое и единственное, что позволяет нам создавать и развивать свою структуру, это презентация. Закон Паретта, который всем вам знаком, 80, 20, 100 человекам дали презентацию, 20 ее услышали. Он может существовать только тогда, когда эта презентация сделана качественно. Если вы плохо делаете презентацию, то какой бы закон Паретта ни существовал в мире, из 100 человек вас может быть услышит один, а может быть никто. Может быть вас услышит 10%. Сегодня мы попробуем поговорить о том, как изменить закон Паретта в другую сторону. Как сделать 70, 30, 60, 40, как сделать презентацию понятной, доходчивой и качественной. Итак, я попрошу вас, напишите, с чего должна, на ваш взгляд, начинаться презентация. У кого какие мысли. Подвиньте к себе клавиатуру и напишите, с чего начинается презентация. Какие есть варианты у кого. Не пишите длинные фразы. С идеи. Что хотим от нее получить. Здорово. Приветствия и знакомства. Есть. С фирмы. Вариант. Приветствия. Своя история. С внешнего вида. Еще какие мысли у кого есть. Приглашение. А компания о продукте. Ну, вы пишите, я буду подглядывать, а я пока продолжу. На самом деле, выявление потребности. Да, обо всем этом, о чем вы сейчас пишете, мы будем говорить. Но на самом деле, презентация начинается с составления ее плана и со сценария. Помните, Суворова, тяжело в учении, легко в бою. Или более простой вариант. Война, хигня, главные маневры. Сколь хорошо вы подготовите свою презентацию. Сколь хорошо вы ее отрепетируете. И не один раз. Тем больший успех вас ожидает на самой презентации. Тем меньше вы будете волноваться. Тем больше закон Паретта будет склоняться в вашу сторону. Маркетинг – это театр. Это представление на сцене. И это, заметьте, сказал не я, а Грегори Бернст. Черт знает, кто это такой, но тем не менее сказал правильно. Может быть, это какой-то великий мыслитель, но я с ним в данном случае полностью согласен. Грегори Бернст. Маркетинг – это театр. Это представление на сцене. Итак, первоначально надо составить план презентации. Я вам советую, если вы не составили план презентации, лучше отмените ее. Лучше не идите на встречу. Потому что индивидуальная встреча – это тоже презентация. Это не разговор в кафе за чашечкой кофе с подругой. Вы все равно преследуете какую-то цель. Итак, я пройдусь по некоторым пунктам, которые необходимы в подготовке презентации. Именно в подготовке и большую часть времени мы сегодня будем говорить о том, как правильно подготовить презентацию, чтобы она выстрелила. В этом смысле. Итак, вы должны понимать, что ваша презентация – это представление в трех действиях. Прекрасно подготовленное, тщательно отрепетированное представление, которое информирует, развлекает и вдохновляет одного ли человека, который сидит напротив вас в кафе, двух ли ваших соседок у вас на кухне, десятерых человек у вас в офисе или в офисе вашего спонсора. Не важно. Презентацию должна информировать, развлекать и вдохновлять. И изначально, как я сказал, необходимо составить план презентации. И первое, что необходимо знать, и это уже было написано кем-то, я, к сожалению, быстро просматривал, не уловил кем. Первый вопрос, на который вам необходимо ответить – зачем вы делаете презентацию? Вот попробуйте мне сейчас написать варианты, зачем вы делаете презентацию. Ту или иную. Презентации могут быть разные, преследующие те или иные цели. Но варианты, ваши варианты – зачем вы делаете презентацию? Потому что не зная зачем, можно дальше ничего не делать. На этом закончить. рекрутирование – хороший вариант от Виктории Новосибирск. Еще присоединить новых партнеров – это тоже самое рекрутирование. Дальше. Продажа продукта – вариант. Познакомиться с продуктом. Продажа, поиск новых клиентов. Ничего не вижу и не слышу. Для увеличения команды партнеров и клиентов, для сплочения. Сплочение и рекрутирование в данном случае. Продажа себя. Итак, многие из этих вариантов, точнее практически 100% из того, что вы написали, имеют смысл к существованию. Но самая главная презентация для вас должна быть, как для сетевиков, это, конечно, создание своей структуры. Своей или собственной. Если вы делаете частные презентации, где вы один лидер стоящий, либо сидящий напротив одного человека, либо в офисе у вас собралось 5 человек, либо это презентация, на которой собралось 100 человек, на которой уже есть и ваши клиенты, и ваши менеджеры, и ваши директора. Это все равно уже рост вашей структуры вглубь. То есть изначально надо понимать, бывают разные виды презентаций. Вы же понимаете, у нас бывают итоги года, это тоже презентация, но это презентация успеха, где мы участвуем людей, которые добились, которые поднялись на определенные ступени в нашем бизнесе. Это тоже презентация, это презентация успеха. Но в большей степени двигает наш бизнес, задача подключить к нашему бизнесу гораздо большее количество людей. И это очень важно. И всегда это надо держать в голове. Даже тогда, когда вы делаете итоги года, если только вы не собрались на какую-то санкционированную пьянку в ресторане, чтобы отметить итоги года и наградить, а делаете это в зале, куда пригласили новых людей, то поздравлять людей, которые завоевали тот или иной статус, надо ближе к финалу. А всю остальную часть помнить, зачем вы делаете презентацию. Для того, чтобы новые люди подключились к вам. Нет звука. Ау. Сейчас перезайдем. Секунду. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Слышно, нет? Да, все отлично. Все, спасибо, я уже вижу. Спасибо, все плюсики, все, да, нормально, получил. Итак, следующий шаг. После того, как вы определились, зачем, а зачем чаще всего, это рекрутирование. Второй пункт, который вы должны сделать и ответить для себя, и понять для себя, вы должны определить, для кого. Для чего вы делаете презентацию? Вы должны представить себе изначально потенциальную аудиторию, которая будет сидеть в зале. в общих чертах потенциальную аудиторию. Вы должны написать себе вопросы, точнее, пункты интересов этой потенциальной аудитории. Прикинуть для себя, чтобы этой потенциальной аудитории было бы интересно. Если вы встречаетесь с одним человеком, со своим знакомым, вы уже можете предсказать его характер и так далее. Если вы не можете этого сделать, вы должны заранее заготовить несколько сценариев развития презентации. И в начале индивидуальной презентации, презентации на 5-10 человек, когда у вас есть возможность лицом к лицу задать людям вопросы, поговорить с ними. И самое главное, выявить их потребности. То, чего мы всегда забываем делать. Мы сразу начинаем презентацию с того, что израильская компания, доктор Нона, мертвое море, ноу-хау, женщина года и так далее, и так далее. А людям этого пока абсолютно нафиг не нужно, потому что потребности их не выявлены. Поэтому подготовьте несколько сценариев презентации. Вы все так или иначе слышали школы про зеленых, красных и так далее. Подготовьте повороты, когда вы поймете, кто находится в зале. Задайте вопросы в зал, которые вернут вам ответы, вы поймете, в каком направлении можно дальше нести презентацию. Следующее. То, о чем тоже сегодня кто-то писал. Начинать, конечно, презентацию необходимо со знакомства. И когда вы будете писать сценарий презентации, а мы пока говорим о сценарии презентации, вначале надо представиться и сделать очень кратко. Не надо вначале рассказывать длинную, мучительную, тягучую историю о том, как вы боролись с болезнями, о том, как вы их победили, потом ваши глаза открылись, и вы тут же продали пару чашек гансина своей соседке. Вот этого сейчас пока не надо. Просто представьтесь и попросите представиться тех, кто сидит напротив вас, если это удобоваримое количество. Если нет, то мы переходим к следующему пункту. А следующий пункт заключается в том, что сегодня наша самая большая ошибка, я о ней только что сказал и буду повторять ее на протяжении, наверное, сегодняшнего вебинара несколько раз, с того, что мы все идем по пути наименьшего сопротивления. Мы все делаем то, что нам кажется, не кажется, а то, что нам наиболее удобно. То, в чем мы сто процентов уверены. А в чем мы сто процентов уверены с вами? Мы с вами сто процентов уверены в качестве нашей продукции. Мы с вами сто процентов уверены, что если эту продукцию принимать системно, то пройдут болячки, появится энергия, возродится молодость, мы забудем, что такое геморрой и стоматит и так далее. и так далее. Поэтому мы сразу все эти стоматиты, геморрой и так далее начинаем вываливать на неподготовленных людей, тут же им в одну секунду рассказывать о том, что мы только что были в Израиле или собираемся туда, о том, что Васе Петрову компания подарила компьютер и так далее. Люди к этому не готовы. То есть абсолютно никак. для чего мы с вами определяли, для кого мы делаем презентацию? Когда мы определили, для кого мы делаем презентацию, мы должны людям представить врага. Враг это то, что сегодня препятствует дальнейшему развитию человека, дальнейшему развитию людей, которые пришли к Вам на презентацию. 1, 5, 10, 100, 200, 300. Потому что люди привыкли жить так, как они живут. Я очень давно не видел своих одноклассников. Очень давно. Но тем не менее, лет 10 назад, может быть больше, это надо сейчас складывать в уме, у меня с математикой сегодня не ахти. Мы встретились на 15-летие окончания школы. встретились в ресторане, как полагается. И как-то неожиданно я туда приехал, я обычно не езжу на эти встречи, хотелось посмотреть, что стало с людьми. И я был шокирован. Я, наверное, просидел с полчаса, может, минут 40, но люди разговаривали о том, что мы с мужем сейчас копим на новую кровать. А у меня достижение за этот год то, что я поклеила обои в детской. Для людей нормально жить ежедневными своими бытовыми проблемами. Они не представляют, что можно жить по-другому. Вы знаете, менталитет советский менталитет. Я не говорю русский, украинский и так далее. Он советский менталитет. Если американец, выходя из дома, видит у дверей соседа новый Мерседес, он говорит себе, что я должен сделать, чтобы через год у моей двери стояла такая же машина. Через год, через месяц, неважно. Русский человек выходит из двери, видит новый Мерседес соседа, говорит, сука, наворовал и прокалывает ему шины. Русский человек ничего делать не хочет. Априори. И он понимает, что если другой человек ездит на машине, это не потому, что он много работает, а потому, что где-то ему что-то обломилось. и люди не понимают, что они могут поменять свою жизнь. Если мы делаем презентацию бизнеса, то врага, которого мы представляем, это те рамки быта, как говорят, засосало Мещанское болото, в котором люди сегодня существуют. Я помню несколько лет назад Наталья Яковлевна Рябушкина приехала в Тверь. и занималась активно там рекрутированием. И пришла женщина на встречу, на презентацию индивидуальную, которую проводила Наталья Яковлевна. Наталья Яковлевна спросила ее, сколько вы получаете? Она сказала, я получаю 10 тысяч рублей. И Наталья Яковлевна сказала, ну вот если задуматься, закрыть глаза, и представить себе, сколько бы вы хотели получать. Вот закройте глаза, расслабьтесь и вот ни в чем себе не отказывайте. Женщина закрыла глаза, зажмурилась. Ну, говорит Наталья Яковлевна, говорите. Она сказала, ну не знаю. Ну, ну 12 с половиной. Наталья Яковлевна, я же вас спросила, ни в чем себя не ограничивать. Вот максимально. Ну, 15. Ну, понимаете, враг этих людей, что они привыкли так жить, и они ничего другого не видят. Потому что так живут их соседи, так живут их сослуживцы, так живут их родители, дети. Все так живут. И у них сложилось впечатление, что по-другому жить невозможно. А те, кто ездит на иномарках и отдыхает на зарубежных курортах три раза в год, это люди из другого мира, не из их мира. К этому миру они отношений никакого не имеют. Это первый вариант. Когда вы будете говорить о продукте и презентовать продукт, то тоже необходимо представлять врага. Я всегда это рассказываю на очень простом примере, который мы использовали с Людмилой Черенковой и с многими еще, с кем мы делали в том году цикл презентации по городам. Мы просили аудиторию на секунду задуматься и вспомнить сколько им лет по паспорту. Вот вы сейчас каждый вспомните сколько вам лет по паспорту. Вспомнили? Замечательно. А теперь подумайте насколько вы себя ощущаете внутри. Да, вот внутренне. По вашей энергии, по вашим желаниям. Представили? И видите разницу, да? У кого-то это может быть пять лет, у кого-то десять, у кого-то пятнадцать, у кого-то может быть даже и двадцать. Вот это мы просим всегда сделать ту аудиторию, которая сидит в зале, тех пять человек, которые сидят в нашем директорском офисе. и после этого мы им говорим очень простую фразу. Вы понимаете, что наш мозг это самый большой наш враг. Он постоянно нас обманывает. Нам по паспорту 55, а наш мозг заставляет нас думать, что нам 35. Мы верим, что нам 35. Поэтому нам, как любым 35-летним, абсолютно пофигу на нашу печень, на на наше сердце, на наши сосуды. На наши суставы. Нам же 35, говорит нам мозг. Загляните в свой паспорт. И поймите, что к своей печени надо относиться, как к печени 55-летнего человека. Ее надо беречь и любить. Потому что вам уже 55, а не 35. И вот это вбейте себе в мозг. Вот с подобных вещей надо начинать презентацию о продукте. Вот с подобных вещей, о которых я говорил чуть выше, надо начинать презентацию о бизнесе. Вы заканчивали школу, вы учились в школе, хотели быть космонавтами, пожарниками, совершать подвигами, маратами-козеями, я не знаю там, ленями-голиковыми, пионерами-героями и так далее. В какой момент вы себя потеряли? Как вы так живете? Почему у вас до сих пор еще нет загранпаспорта? Почему вы не видели мир? Это не должно быть агрессивно, но это должно быть понятно человеку, что у него сегодня эта возможность может появиться, что он может получить эту возможность, что он не из другого мира, где это недосягаемо, а что он именно из этого мира. Мы с вами говорили о том, что мы уже чуть выше, да, либо подготовили вот эти фразы, либо выявили потребности аудитории и определили их психотипы. Вот только такое начало, а не рассказ о компании, ее возможности, помогут вам завоевать внимание людей. Если вы не сможете завоевать это внимание, у вашего предложения не будет никаких шансов на успех. Ваша аудитория все пропустит мимо ушей, не взволнуется, не поймет ничего и в итоге не заинтересуется вашим предложением. Вы должны сами себе отвечать на один единственный главный вопрос, который задают себе те люди, которые пришли на вашу презентацию. А задают они себе один вопрос «Какое мне до этого дело?» Если вы проигнорируете этот их вопрос и не ответите им в самом начале, даже до того, как он прозвучал, аудитория вас проигнорирует, вы станете не интересны. Я всегда рассказываю тоже эту историю, просто я остановлюсь немножко на этой теме, чтобы было понятно. В 93-м году я себе купил первую машину, ржавую Ниву с прогнившим дном, с прогнившими крыльями и так далее, и так далее. И тогда же я стал покупать журнал за рулем. И в этом журнале за рулем я его так открывал сразу сзади, там была рубрика «Умелые руки», в которой писали, как из старого дерьма сделать конфетку, как переварить дно, как на старую Ниву можно одеть колеса от Волги, и она будет напоминать джип, как сварить сверху дугу с фарами, чтобы это серьезно смотрелось. Нива была 81-го года. Я с увлечением читал этот раздел. Больше я в журнале за рулем не читал ничего, мне не было интересно. Потом мой доход рос. И по мере роста дохода я смог позволить себе купить не новую, но иномарку. Я продолжил покупать журнал за рулем и стал читать рубрику «Вторые руки». В иномарке уже сложно было что-то улучшить, потому что иномарки уже были улучшены. Я стал сравнивать, что же лучше. БУшная Ауди 80 или Volkswagen Passat. Это была следующая ступень. Потом я позволил себе купить новую иномарку. И в том же журнале за рулем я открывал его спереди и читал новинки. Вот вышла новая Renault Logan, как-то по-другому она тогда называлась. Вот вышла Skoda Octavia. Это лучше, это хуже. мне это было интересно, я мог себе это позволить уже. В какой-то момент я перестал покупать журнал за рулем. То, что когда я стал ездить на машине стоимостью больше 120 тысяч долларов, журнал за рулем почему-то об этих машинах не писал. Но не было там ничего ни о Кадиллаках, ни о Бентли и так далее, и так далее. Ничего, ни слова. я перестал читать журнал за рулем. К чему я все это рассказал? Да? Я рассказал к тому, что вы должны говорить на языке той аудитории, которая собралась на вашу презентацию. Если у вас сидят пять человек, у которых задача переварить гнилое дно в Ниве, не надо им рассказывать о новинках иностранного автопрома. Не надо. Да? То есть сначала, изначально все презентации для кого вы делаете, выявить потребности, представить потребности, сделать универсальную штуку, универсальную форму, чтобы сказать и об этом, и об этом, и об этом. Но тем не менее, сначала заинтересовать, прежде чем вы представите иномарку. Опять же, мне проще, я мужчина, мне проще говорить о машине, да? что если вы собрали пять человек уровня Нивы 81-го года, посадили их на стулья, откинули занавеску, а там стоит Мерседес, вот сколько бы вы не распирались про этот Мерседес, им это будет не интересно. Откиньте занавеску и покажите, что вы сделали с Нивой 81-го года, дуги, накладки на крылья, колеса от Волги, вот эти люди начнут задавать вам вопросы, как вы это сделали. Нельзя человека с Нивой пересадить на Бентли. Действуйте постепенно, знайте, кто перед вами. Итак, самый важный вопрос, который задают люди, которые пришли на вашу презентацию, какое мне до этого дела. Если вы сразу же не ответите на этот вопрос, не скажете, вам не 35, а 55, и печень разваливается на части, еще 5 лет она развалится, и мы уже с тобой не сможем разговаривать. Я сейчас просто утрированно говорю, но тем не менее. И опять же, прям следующий пункт я привязываю к этому. Не забывайте, не забывайте на презентации и написании сценария, что ваши стремления и ваши желания не являются основополагающими для вашей аудитории. Понятно, о чем я говорю, да? То есть то, что для вас кажется важным, может быть абсолютно неважным для тех людей, которые к вам пришли, которые сидят в зале, которые для человека, который сидит напротив вас в кафе и для вашей соседки, которая с вами пьет чай на кухне и вы между чаем тем не менее делаете презентацию. Всегда думайте о том, что важно человеку, а не вам. Не рассказывайте о том, что давай завтра мы поедем в Израиль, ну не хочет человек в Израиль, ну в Арабские Эмираты он хочет. Ну я не знаю, я сейчас опять я утрирую, но чтобы было понятно. В процессе презентации, в процессе написания сценария необходимо объяснить аудитории, что жизнь может быть иной. И вот как раз это лучше сделать на своем примере. рассказать о себе, но не рассказывать о себе, как мы любим с точки зрения трагической истории. Ноги отнимались, коллеги по работе скидывались на венок, портрет уже заказали. Вот этого ничего не надо. Люди должны видеть вас, таких же людей, как они сами. отталкивайтесь от человека, отталкивайтесь от людей, которые пришли к вам, да, мы уже определяли примерные их потребности, да, отталкивайтесь от этого. И скажите, что жили от зарплаты до зарплаты, перехватывали, нормально жили, это не было ужасно, нормально жили, по выходным ездили на рыбалку, в отпуске сидели на даче супер, дача родителей неважно, но они пускали. И это было нормально. И когда вам предложили бизнес в компании доктор Нона, где я и где бизнес, какой бизнес, чего, зачем, но стало любопытно, чем-то меня захватило. Я решила попробовать. И пробую это уже год, два, пять, десять лет. И вы знаете, все поменялось. Неожиданно для меня. Я не могла предположить, что я два раза в год буду ездить отдыхать, и плюс еще один раз бесплатно, к примеру, я говорю, о том, что раз два-три года я буду позволять менять себе машину. Ну, как же это уже три года пора менять. Спросили бы меня три года назад, буду ли я так жить, я бы разменялся в лицо этим людям. Я жил нормально. То есть вот улетел куда-то в своих рассуждениях. Да, значит, еще раз, необходимо объяснить аудитории, что жизнь может быть иной. И лучше сделать это на своем примере. При этом для тех, кто недавно в бизнесе, я написал следующую фразу, а я тоже готовился, я писал все. Если ваши успехи в бизнесе, на ваш взгляд, еще не столь внушительные, то есть у вас еще нет заоблачных чеков, вы еще не летаете на уикенд в Париж за покупками. Ничего страшного. Скажите вашей аудитории, что вы только двигаетесь в построении своей жизни и дайте слово вашему спонсору, который с удовольствием эту презентацию сделает за вас. Да? Но вы пригласили этих людей, поэтому на этой презентации вы должны сказать о том, что я месяц, год, два, три недели назад принял решение перестать только пользоваться, а начать работать. У меня еще нет больших успехов, но у моего спонсора эти успехи есть. Я с удовольствием вам представляю моего спонсора ля-ля три рубля и пожалуйста и сядьте вместе с аудиторией и слушайте как ведет презентацию спонсор. на презентации, а презентация это не школы, это не мотивационная школа, это не обучающая школа, да, поэтому на презентации рекрутизации, в общем, по рекрутированию, не смог вы говорить это слово, не надо предлагать аудитории тех заработков и тех рубежей, к которым стремитесь вы. не забывайте, что вы сегодня занимаясь бизнесом в компании доктор Нона мотивированный человек, человек уже вырвавшийся из болота быта, вот этот быт, этот враг, да, которого мы представили, вы оттуда уже вырвались, вырвались из болота, встали уже на землю, уже не голова на уровне земли, да, вот так вот торчит, а вы уже стоите ногами на земле, поэтому горизонт вы видите дальше тех людей, которые сидят в болоте, у которых есть проблема купить учебники сыну в школу, который идет в пятый класс, а у дочки за лето вырос размер ноги, и вот эти вот проблемы, вот они, вот это вот болото, да, жуть, да, вы знаете, для меня была поразительная вещь, извините за лирическое отступление, я когда занялся телевизионным бизнесом, занимался им довольно-таки долго, я начал зарабатывать так или иначе, знаете, когда я первый раз понял, что я зарабатываю, мы пришли с Русланом в супермаркет и стали брать продукты домой, и когда подошли к кассе, я вдруг осознал, что я не смотрел на ценники, я набрал полную тележку продукции, и ни на секунду не посмотрел, сколько, что стоит, потому что я уже был уверен, что я могу за это заплатить, вот это вот была моя личная первая степень финансовой свободы, меня уже не тянуло вот это болото и этот выбор, это молоко купить или чуть подешевле, да, взять сегодня масло или сегодня обойтись без масла, да, или взять банку красной икры, или красную икру взять сегодня съесть на новый год, да, так вот, вы уже можете себе позволить набрать тележку и катить ее кассе, так или иначе, а эти люди они по-прежнему еще выбирают, при этом это может быть еще хуже, они могут пройтись по одному магазину и пойти в другой, потому что в этом магазине они купят картошку, которая на рубе дешевле, а в другом магазине они купят молоко, потому что там оно на 2 рубля дешевле, поэтому не надо им сейчас предлагать достигать того, к чему сегодня стремитесь вы, это должно прозвучать в вашем рассказе, но не тяните их в пятизвездные отели, в номера для новобрачных в жакузи с видом на Адриатическое море и с женщинами, которые танцуют танец живота, не надо, у них пока другие стремления, у них пока предел мечтаний это дополнительный зал и, как я говорил, оклейка обоев в детской, второе, что очень важно, эта вещь нарабатывается тоже в подготовке сценария, я все время говорю о сценарии, без сценария, без плана презентации, презентации не будет, в том, что вы подготовили, вы должны быть очень уверены в себе и основывать эту уверенность вы должны на своем внутреннем мироощущении, а ваше мироощущение это помимо того, что вы стоите уже ногами на земле, это ощущение того, что вы знаете, куда вы движетесь, а если вы сейчас не знаете, куда вы движетесь, то это ничего страшного, сядьте еще раз, напишите свои цели на ближайшее время, на ближайший год, это надо все время восстанавливать, это замыливается, знаете, как мы бежим, 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 а куда бежим, а чего бежим, да, надо в какой-то момент остановиться и понять, туда ли я бегу, а куда я вообще бёг-то, вот бёг полгода, бёг-бёг, скорректируйте свои цели, что-то поправьте, да, но всегда вы должны быть уверенным в себе, а уверенность в себе вам даёт только одно, знание, куда вы идёте, это может быть ого, это может быть ого, это может быть ого, не важно, важно знание куда, и что вы туда двигаетесь, и осознание того, что вы уже стоите ногами на земле, а не тонете в болоте, выхлёбывая эту зелёную жижу, да, и не пытаетесь сосчитать копейки, которые люди получают, государство и работодатели называют это зарплатой, ваша уверенность в себе позволит заинтересовать людей, потому что люди не интересуются скучными вещами, поэтому не позволяйте вашим идеям умирать только из-за того, что вы не можете их представить таким способом, который поразил бы воображение слушателей. в вашей презентации не должно быть никакого бубнижа, в вашей презентации не должно быть никаких бумажек, вы уверенный себе человек, знающий куда вы идёте, вы подготовили сценарий, вы его отрепетировали, вы говорите всё своими словами, будьте заразительными, но заразительность это не значит сверхэнергичность и напористость, сверхэнергичность и напористость людей, которые пришли на вашу презентацию может испугать, потому что они существуют в другом ритме, в ритме жизни с понедельника по пятницу, ритме того, что они уже и так сегодня сделали подвиг, придя к вам, особенно если презентация в субботу, потому что суббота это святое, это магазин, телевизор и борщ, и тапочки, они в другом ритме, они ещё не готовы понимать, что можно работать по субботам, по воскресеньям, днём, ночью, утром, вечером, в поезде, в автобусе, у них звонок, звонок прозвенел, всё, ваша заразительность, это ваша уверенность, в том, о чём вы говорите, но не давите их, не будьте экспрессивными, вы постепенно в процессе школ, в процессе обучения, в процессе взаимодействия с людьми, подтяните их к своему уровню пульсации. Ещё очень важно, не приправляйте свою презентацию бесконечными афоризмами, изречениями и цитатами, потому что мы очень любим цитировать, брать всякие истории из интернета, реже из книжек, потому что все книжки уже в интернете. Людям интересна ваша история, а не американца, который сказал умную фразу, не японца, который эту фразу интерпретировал, и не русского, которого здесь нету, здесь вы, конкретно вы, и поэтому, если вы говорите какой-то афоризм, его можно сказать, я говорю, не перебарщивайте, да, то вы должны объяснить смысл этого афоризма в преломлении той аудитории, которая сидит перед вами. Говорите своими словами, и очень важно, я попрошу вас, да, мы говорим о презентации по рекрутированию, где новые люди, которые первый раз вас видят, которые никогда не слышали, что такое MLM, да, избегайте профессиональной лексики, не надо говорить продукт, да, а надо говорить продукция, не надо говорить чеки, да, есть понятие заработок, есть понятие доход, есть понятие зарплата, вот вы когда напишите сценарий, уберите все наши сленговые словечки, вот все до единого, вот всему, чему вы научились в компании, уберите все эти слова, говорите на нормальном, простом человеческом языке, оперируйте общепринятыми понятиями, еще очень важный момент, перед презентацией отметьте себе где-нибудь, не нажирайтесь, с набитым животом, ваша презентация обречена на провал, вы потеряете ритм, вас будут закрываться глаза, вы их будете терять, пить одну чашку кофе за другой, потом вы начнете зевать, на этом ваша презентация закончится, и ни в коем случае для тонуса не надо вот этого дела тоже, а то вы как начнете с первого пункта, на этом первом пункте закончите, вас просто понесет в этом пункте, да, а еще хуже вы вообще забудете про все пункты, и тут же начнете лечить геморрой у всей аудитории, поэтому ни этого, ни вот этого перед презентацией не надо, и кстати не напивайтесь ни этого, и воды не напивайтесь, а то это всегда очень приятно, когда, знаете, вот мы с вами беседуем, сейчас я дын-дын-дын-дын-дын, на секундочку, потом опять дын-дын-дын, на чем мы завершили, и опять дын-дын-дын-дын-дын, пошли, да, вот, и не пейте много кофе, чай на индивидуальных встречах, потому что это заставит вас все время ходить в места не столь отдаленные, не подумайте, что это зона, нет, в туалет, если вы будете все время бегать в туалет, вы потеряете человека, для которого вы делаете презентацию, или человек. По поводу нарядов здесь сегодня тоже было сказано, начните, вот меня спрашивают, с какого количества людей начинать, вы помните фильм «Москва слезам не верит», научитесь руководить тремя людьми, а дальше количество не имеет значения, так вот в нашем бизнесе надо начать с одного человека, да, особенно если вы работаете с новичками, рассказываете им, как делать презентацию, скажите им, что первую презентацию им надо сделать своим родственникам, маме, папе, соседке, подруге, просто рассказать об этом, никуда их не привлекать, не заманивать, не, ни в коем случае не пытаться их подписать, просто сделать презентацию того, чем они начали заниматься. Все время возвращаясь к одному и тому же разными словами, учитывайте, что большинство людей не мыслят перспективой. Временной промежуток их фантазий, если вообще у них есть фантазии, хотя фантазии есть у всех, у кого-то фантазии, что я через две недели пойду и сделаю на туфли новые набойки, это тоже фантазия, она тоже имеет право на существование, да. Так вот временной промежуток их фантазии ограничивается днями, неделями, несколькими месяцами, реже годом, да. Больше года не мыслит никто. Годом мыслит кто? Тот, кто в июле съездил в отпуск и в следующем июле тоже думает, что у него это может быть получится. Вот этот человек мыслит годом. Все остальное с понедельника по пятницу, скорее бы выходные, да. Вот все мысли, как провести выходные, как отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Да, вот мы работаем за 15 тысяч, 15 тысяч мы делим на 4 недели, я даже не делю на большее, да. Сколько у нас получается? 7,5, 7,5 пополам, 3,5, 3,250. Вот он за 3,250 отработал понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выдохнул, потому что он безумно устал зарабатывать такие сумасшедшие деньги и суббота, воскресенье он отдыхает. Вот этим он живет всю неделю, заработать вот эту сумму и отдохнуть. Дайте возможность вашей аудитории в какой-то момент, вот когда вы рассказали свою историю, да, а разговор все равно должен быть хоть и заразительный, но доброжелательный. Дайте вашей аудитории возможность пофантазировать. Вот попросите действительно закрыть глаза, как это делала Наталья Яковлевна, и подумать о том, где бы они хотели, не могут, а хотели бы оказаться в и что бы они хотели себе позволить, скажем, через год, если они примут ваше предложение. Да? Вот вы скажите, я вам сейчас сделаю свое, сделаю предложение, но прежде чем его сделать, я хочу, чтобы вы подумали, а что бы вы хотели, как бы вы себя ощущали через год, как бы вы жили, ходили бы вы рестораны, с кем бы вы встречались, где бы вы отдыхали, и отдыхали ли, с кем, да, вот немножко помедитировать и пофантазировать, и вот когда они закроют глаза, видите их, видите вы их по эти вот ступенечкам их фантазии, да, вот закат на море, садящееся солнце, ведь вы знаете, у огромного количества людей в нашей стране вообще нет загранпоспортов. И когда я спрашиваю, у меня есть такие друзья, знакомые, я говорю, а почему, а мне говорят, а зачем, а зачем, ну что я там не видел, не видел ничего, да, проведите человека, позвольте ему пофантазировать, позвольте ему понять, что там может быть что-то и есть за этой границей, где живут враждебные и чуждые нам европейцы, американцы, приставучие турки и так далее, и так далее. А может быть это неплохо, может быть надо поехать и это посмотреть, и одновременно я хочу, чтобы вы в этом сценарии предусмотрели следующее, вы должны дать понять после того, как они пофантазируют, после того, как они может быть по вашей просьбе напишут эти свои фантазии или озвучат их, дайте им понять, что вы можете помочь им реализовать вот эти их пока мечты, но от них требуется системное занятие этим. Это требует постоянного внимания, это требует обучения, это требует времени и это требует действия. если вы готовы потратить на это время, силы, учиться и действовать, то я вам помогу и вот то, о чем вы сейчас мечтали через год, вы это получите. Причем когда вам люди озвучат эти желания, вы скажете вот это ты получишь через полгода, а вот это я тебе за год не обещаю, это полтора года, но для этого ты должна делать то, то и то, ты должна слушаться меня и идти и делать то, что я тебе говорю. Это как физкультура, да, ведь вот поднять гантели с первого раза 20 раз тяжело, если поднимать их раз в неделю, то через год их также будет тяжело поднимать. А если сегодня поднять 20, завтра 21, послезавтра 22, да, то дальше мы поймем, сколько мы сможем поднимать их через год. Это физкультура, вы должны объяснить людям, что этим надо заниматься. Если вы хотите вот эту свою маленькую мечту, еще не новую квартиру, а хороший ремонт в квартире, остекленную лоджию, я не знаю, отремонтированную дачу, пятилетнюю иномарку, неважно что, я вам помогу этого достичь, я не буду делать это за вас, я сделаю это вместе с вами. И вот это в презентации вы должны дать понять. Если я с ними на одном уровне, то как я могу обещать через год результат? Я на это ответил. Если вы общаетесь с человеком, который не достигнув еще успеха, привлекайте к этому общению своего спонсора. Спонсор – это ваша мамочка, это ваша папочка, это ваша подушка, в которую можно поплакать, это человек, который даст вам подзатыльник и пинка, когда вы забыли о своих целях и задачах и решили, что все, хватит, фигня. Я уже две недели занимался сетевым бизнесом, ничего в этом хорошего нет, я сваливаю. Да? Если вы потеряли мотивацию, ваш спонсор, не надо рассказывать ничьих результатов, свои результаты и результаты спонсора, который рядом с вами. Это может быть общение через интернет, если спонсор находится на другом краю света. Да? Но это ваш спонсор. Если вы решили достигнуть успеха, у вас нет ничего, кроме вашего спонсора. А если вы являетесь спонсором и к вам обращается ваш новичок, у которого еще нет результатов, помогите ему. А если вы спонсор, но сами не чувствуете в себе сил сделать подобную презентацию со своим новичком, у вас тоже есть спонсор. Пригласите своего верхнего спонсора и точно так же сядьте в ряду слушателей и слушайте презентацию вашего спонсора. Потому что главное в нашем бизнесе учиться каждый день, каждую секунду. Запомните. Знаете, я хочу спросить вас, что мы с вами продаем? Вот напишите мне. Вот что, по вашему мнению, мы с вами продаем продукцию, непродукцию. Кто что думает? Продукт, возможности, бизнес, себя, дырдырдыр, жизнь, результата, будущее, возможность новой жизни, мечту, здоровье, спонсора, спонсора, мечту. Спасибо. Запомните, вы не продаете продукцию. И вы не продаете бизнес. Кому нафиг нужен вообще этот бизнес? Одна головная боль. Вы продаете новую жизнь. Вы продаете, как правильно написали, мечту. Мечту о финансовой свободе и физическом здоровье. Вот за мечтой люди пойдут. А что такое бизнес? Что такое продукция? Это ничто. Для человека важна новая жизнь. Вы открываете ему новые горизонты. Да? И это будет тяжело для человека. Вы когда вытащите его из болота, он же будет весь мокрый, ему будет холодно, из него будет течь все это говно. Да? Все его родственники будут тянуть в это болото. Куда ты пошел? Ты пошел в секту? Они все сумасшедшие. Сейчас с тебя возьмут кучу денег. Да? Но постепенно это все сольется. Человек помоется душиком, оденет чистенькую рубашку, блузочку. Да? И поймет, что можно выглядеть по-другому, нежели он выглядел сидя в болоте. Вы продаете новую жизнь. Не важно какую, но новую. Вы не продаете золотые дворцы, потому что для этого человека, который сидит напротив вас, золотые дворцы не нужны. Ему нужно перестать каждый месяц занимать деньги. Ему нужно не думать, на какие деньги он отправит ребенка в лагерь. Это новая жизнь. Я прошу вас все время спрашивать себя, что я продаю на самом деле. Потому что если вы продаете условно какие-то прибамбасы, то они сами по себе никого не воодушевят, эти прибамбасы. покажите, как эти прибамбасы улучшат мою жизнь. И тогда вы завоюете меня. Так с помощью этой продукции изменится моя жизнь. Нехорошая продукция. Знаете, я вот люблю повторять эту историю. Вот напишите, пожалуйста. Многие уже слышали, я это повторю и буду повторять еще несколько раз. Скажите, пожалуйста, вот у кого-нибудь из вас дома есть дрель. Вот напишите, у кого дома есть дрель. Есть. Есть. Вот они, плюсики посыпались. Скажите, пожалуйста, вот те, у кого есть дрели. Эти дрели вам нужны? Вот сейчас вот напишите мне. Вот те, у кого есть дрели. Вам нужны эти дрели? Кто-то пишет, нет, сейчас нет. Вообще, в принципе, да, нет, да. Вы знаете, я вам открою одну тайну, если вы не знаете. Дрели нафиг никому не нужны. Даже тем, кто сейчас написал, да, что нужны. Всем нужны отверстия, чтобы туда вбить дюпель, завернуть винт и повесить картину. А дрели не нужны нафиг. Поэтому, как я вам сказал, и бизнес не нужен нафиг, и извините за выражение, продукция не нужна нафиг. Нужно изменить свою жизнь. А для этого, чтобы просверлить отверстие, нужна дрель. А для того, чтобы изменить жизнь, нужна компания Доктор Нона. Бизнес и ее продукция. Но не продукция как самоцель, а изменение жизни как самоцель. Вот это вы должны продавать на самом деле. До себя. Вот в таком качестве, представляя компанию, представляя бизнес, представляя продукт, будучи уверенным и по сценарию ведя такую презентацию, вы продаете себя. Потому что вы становитесь интересны аудиторией. И вы обязательно должны сделать так, чтобы взволновать людей. И тогда взволнованные, они станут вашими миссионерами. Теперь очень пунктирно. Основную мысль по подготовке презентации я сказал, о проведении я говорить не буду, потому что как вы ее подготовите, так вы ее проведете. Презентация всегда проходит плюс-минус по одной и той же схеме. Первое – это введение. И введение, как мы с вами говорили, это представление врага. Если это большая аудитория, вы говорите универсальную формулу. Если это небольшая аудитория, вы являете потребности. Вы представляете антагониста. Вы знакомите со злодеем, против которого аудитория, которая у вас собралась, может объединиться. Злодей – это болото быт, злодей – это наш мозг и так далее, и так далее. Но все люди должны быть солендарны с вами, что этот злодей существует и с ним надо бороться. Поэтому я вас прошу не начинать презентацию с огромного и продолжительного рассказа о компании доктор Нона. Потому что доктор Нона, она выйдет на сцену позже. После того, как вы представили врага, вот эту вот трясину, в которой люди существуют, вы представляете героя. Вот только сейчас. Если нет врагов, нафиг нам нужны герои. Такой, наконец, шашкой бегает по улице, всех по рублю, а рубать-то кого? Змей-Горыныч сдох полвека назад, а он тут с мечом скачет. Сначала расскажите, что есть Змей-Горыныч, и тогда нужен Алеша Попович. А если нету Змей-Горыныча, нифига нам Алеша Попович в доспехах? Не забывайте, сначала представляем врага, а потом представляем героя, за которым аудитория может последовать. Этот герой предлагает лучший способ что-то сделать. Разрушает существующее положение вещей и вдохновляет людей на изменения и на принятие инноваций. Вот только сейчас вышла на сцену доктор Нона. Кто-то смотрел балет «Лебединое озеро», кто-то не смотрел балет «Лебединое озеро». Неважно, да? Но пока нету коршуна, который налетает над лебедем. Нифига макать мечом, а то лебедь плавает, вылетает тут такой деятель с мечом и начинает джик-джик-джик. Все думают, ну идиот. И что он тут? Стреляет, мечом машет. Коршуна-то нету нифига. Не забывайте, коршун в начале, а потом герой. И представив героя, кратко не вдавайтесь в глубокие подробности. Международная компания, международный бизнес. Да, все это скажите очень пунктирно. Вы все это потом расскажете на школах. Вы сейчас занимаетесь рекрутированием, а не обучением. Не выдавайте массу информации, которую вы знаете. Скажите важные основополагающие вещи о компании, которая уже больше 20 лет на рынке и больше, чем в 30 странах мира. О сертифицированной продукции, которая позволит зарабатывать и которая работает. О том, что GMP есть. Да, и скажите, что не только там и Валар по телевизору все GMP, GMP. У нас GMP, это GMP, всем GMP. Блин. Да. Дальше кратко скажите про деньги и про бизнес. Да. И это было все введение. А дальше концепция. В зависимости от формата презентации. Что-то может уйти, а что-то может прибавиться. Да. Если это небольшая презентация, то вы можете сказать о принципах заработка. Сказать немножко о цифрах и о примерах. И сказать, конечно, об остаточном доходе. Если это большая презентация на зал, то мы это упускаем и, может быть, чуть более подробно рассказываем, либо свою историю, либо приглашаем людей, которые уже работают в нашем бизнесе, у которых есть маленькие, небольшие, побольше успехи. Да. При этом, если люди выходят и начинают опять же рассказывать, что я Лена Иванова, у меня 35 лет, я в компании доктор Номен, 4 месяца, не выводите этих людей никогда. Пока вы не научите их говорить нормально, бодро, не мямлить, не произносить фразу так, как будто вы ее выучили и расскажете учительнице в первом классе. Не надо выводить, это позор. Просто позор. Не одевайтесь пестро, это я уже так, между прочим, да. Не ведите презентацию в леопардовых костюмах. Извините. Все должно быть очень нейтрально, потому что главное – это герой. Вы представляете героя, да? Вы представитель героя. То же самое мы говорим о фирме, величине, надежности, истории и возможностях. Вот здесь вы можете сказать о возможностях чуть больше, чем люди мечтают. Я вас попрошу, вот кто-то мне написал, мы не продаем, мы создаем, наша задача создать атмосферу, которая сможет достоверить человека на принятие решения, поменять что-то в своей жизни. Олег, ты прав во всем. Спасибо. Я даже посмотрю, кому я сказал спасибо, а то мне видно. О, спасибо, Игорь и Ирина Пляц. Вообще более чем приятно. Напишите себе еще раз, я прошу вас всех, не всех, я не беру там суперлидеров, в которых это в мозгу записано, на подстрочнике. Напишите себе еще раз, прежде чем вы начнете готовить презентацию. Продукция компании, чем она может быть полезна для других людей? И мой бизнес, чем я занимаюсь? Как я зарабатываю деньги? Что я могу предложить другим людям? Вот как раз второй пункт даст вам внутреннее самоощущение на сцене во время презентации. Мой бизнес, мой, чем я занимаюсь? Как я зарабатываю деньги? И что я могу предложить другим людям? Это основная часть, с которой я закончил. И теперь просто несколько коротких ремарок, которые важно знать на презентации. Что не надо делать во время любых презентаций? Не надо говорить много и сложно. Одна из ошибок, которые совершают многие консультанты, заключается в том, что они слишком много говорят. Во-первых, большую часть новой информации, особенно касающихся тонкостей маркетинга, собеседник просто не воспримет. Во-вторых, он думает, что если ему для того, чтобы приглашать других людей в бизнес, надо будет так долго и сложно говорить, он с этим не справится. Я вам говорил чуть выше, что вы должны быть на уровне того собеседника, на уровне той аудитории, с которой вы общаетесь. Потому что человек будет проецировать с вас, смогу ли я сделать то же самое. Поэтому основную информацию приберегите для начального обучения, которое ваш новичок будет проходить уже после того, как вы его зарегистрируете в компании. Второе. Никого не уговаривайте купить вашу продукцию или стать вашим партнером. Одна из ошибок новичков, и не только новичков, в том, что они в беседе с потенциальным клиентом или партнером выступают в роли просителя, который больше него заинтересован в том, чтобы у него купили продукцию, под него подписались. При этом ваша аудитория, ваш собеседник занимает позицию снисходительную, выслушивая вас и задавая каверзный вопрос. Он уже вас раскусил. Он уже видит, что вы ему нужны. И он начинает издеваться, сволочь. Да, потому что вы сами предоставили ему эту возможность. Позиция, приводящая к успеху, должна быть следующая. Вы пользуетесь продукцией компании, вы получаете пользу и удовольствие, вы занимаетесь системным бизнесом, зарабатываете деньги. Ваш собеседник пока не знает об удовольствии и выгоде, которые он может получить, воспользовавшись вашим предложением. Поэтому вы находитесь в более выгодной позиции. Ведь вы это уже имеете. Вы уже стоите не в болоте, вы уже знаете, куда идти. Вы находитесь в более выгодной позиции. И ваша задача просто поделиться этой информацией и сделать ему выгодное предложение. Ни в коем случае не бояться потерять человека. И если человек не принимает информацию, то в данном случае теряет скорее он, а не вы. Потому что для вас это опять же закон Паретто. Вы еще раз отрепетировали свою презентацию. Вы сделали еще одну презентацию из ста, и у вас осталось меньшее количество, чтобы свой закон Паретто переписать и сделать его 70-30, 60-40, 50 на 50 и так далее, и так далее. Все зависит от вас. Еще раз скажу, самое главное в презентации, это ее подготовить. Это ее отрепетировать. Это учесть потребности тех людей, той аудитории, которая пришла к вам на презентацию. Это быть уверенным в себе, в своих силах, в своем бизнесе, в своем спонсоре, в компании. И всегда помнить о тех целях, к которым вы стремитесь. Всегда давайте себе возможность лишний раз посмотреть, а туда ли я иду. Спасибо, дорогие друзья. На этом наша презентация, вебинар номер 10, как строить и проводить презентацию, подошла к концу. Желаю вам приятного вечера. Спасибо за внимание и успехов в бизнесе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok